Всем привет! После инсульта актер Алексей Янин не может ходить и говорить. Он начал потихоньку восстанавливаться, но без реабилитации навыки вновь будут растеряны. Сначала актер почувствовал резкую головную боль и слабость в руках и ногах. Когда ночью друзья вызвали скорую, у него уже был инсульт и гематома в мозге. Потом была трепанация черепа, два месяца комы и полтора года в больнице. Алексей не мог двигаться, разговаривать и дышал с помощью трахеостомы. Сегодня, благодаря реабилитации, он начал восстанавливаться. Семья, друзья, коллеги сделали все, чтобы вернуть Алексея к жизни. Но их ресурсы уже истощены, а реабилитацию необходимо продолжать. Имя Алексея Янина знакомо многим. Участие в проектах «Дочки матери», «Клуб», «Универ» сделало Алексея знаменитым. Даже сегодня, когда прошло уже пять лет с тех пор, как Алексей пропал с экранов, его лицо узнаваемым. Когда в публичном пространстве появляется очередная статья про жизнь Алексея после злосчастного мая 2015 года, люди пишут сочувственные комментарии. Весна 2015 года выдалась для Алексея очень сложной. Резкое ухудшение самочувствия произошло, когда актер гостил у друга. Головная боль, слабость. Алексей терпел до последнего. Говорил, что пройдет, что просто надо полежать. Скорую не вызывали до трех часов ночи, пока ему не стало совсем плохо. Потом Алексея отвезли в больницу, но только взяли под наблюдение в реанимацию и только предположили инсульт. Операцию сразу проводить не стали. И вот эти сутки промедления в результате стали роковыми, рассказала мать Алексея. Когда родители все же добились перевода Алексея в хирургию имени Бурденко, врачи сказали, если в течение двух часов мы не сделаем операцию, его не станет. Мозг был залит кровью, говорит Ольга Андреевна. В Бурденко Алексею провели срочную трепанацию черепа. Операция длилась 6 часов, после нее Алексей впал в кому на 2 месяца. В загородном доме у Алексея плотный график занятий каждый день. Логопед, массаж, физкультура. Сейчас Алексей больше всего любит покой. Алексей стал осознавать себя, понимать, что с ним произошло, примерно через полтора года после инсульта. И, конечно, принять случившееся ему до сих пор очень сложно. Он не смотрит видео, у него частичная атрофия зрительного нерва. Он не очень-то любит гулять. Оживает Алексей только когда приходят друзья или приезжает любимая жена с маленьким сыном. Дарья Клюшникова много работает. Ему очень важно, чтобы его не забыли. Врачи говорят о хорошем потенциале и положительной динамике, о том, что реабилитацию нельзя прерывать, иначе все наработанные навыки могут исчезнуть. Будем надеяться, что эта история не оставит вас равнодушными. Помочь Алексею можно через фонд ПРАВМИР. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!